Задачи на сложные проценты В 11 классе это встречается в разделе как в первых задачах, так и в более сложных задачах в 12 То есть в зависимости от того, как авторы считают сложная или легкая задача, они в этот раздел ее и отправляют Разные авторы поступают по-разному Задача номер 1 В городе М живет 200 тысяч жителей Среди них 15% детей и подростков Среди взрослых жителей 45% не работает Пенсионеры, студенты, домохозяйки и так далее Сколько взрослых жителей работает? Для начала мы с вами напишем формулу Х равняется У умножить на 100 минус Н и деленное на 100 Итак, что же это за формула? Вот это окончательное количество У это первоначальное количество И Н это тот процент, с которым мы будем с вами работать Он может прибавляться, может отниматься в разных задачах по-разному Значит, сейчас мы посмотрим, как на примере нашей задачи первой решить использовать эту формулу Дальше будет вам намного легче Итак, Х равен В городе 200 тысяч жителей Это первоначальная цифра, от которой мы с вами отталкиваемся Среди них 15% детей и подростков Нам дети с вами не нужны Мы будем работать только со взрослыми Поэтому от 100 мы отнимаем эти 15% И делим на 100 Вот это взрослые люди Далее мы с вами говорим о том, что среди взрослых жителей 45% не работают А нам с вами нужно работающий Поэтому мы опять умножаем на 100 Отнимаем 45% И делим тоже на 100 Ну если немножко упростить, то мы получим 200 тысяч Умножаем 100 отнять 15 Это 85 И поделить на 100 0,85 И умножаем 100 отнять 45 Это 55 Делим на 100 0,55 Перемножаем все числа Получаем 93500 Это была первая задача Вторая задача В школе 800 учеников Из них 30% ученики начальной школы Среди учеников средней и старшей школы 20% изучают немецкий язык Сколько учеников в школе изучают немецкий язык Если в начальной школе немецкий язык не изучается Итак, нам потребуется опять наша формула Первоначальная наша цифра Это 800 учеников То есть, х равен 800 Нам не нужны ученики начальной школы Их 30% Итак, от 100 отнимаем 30 И делим на 100 Таким образом, мы с вами убрали учеников начальной школы Среди учеников средней и старшей школы 20% изучают немецкий язык Итак, 20% от этого количества Ну, когда мы проходили в среднем звене правила Мы с вами говорили, что если встречается слово «от» в данном контексте То это умножение То есть, мы умножаем на 20 соток Далее мы опять считаем подробно 800 умножаем 100 отнять 30 и поделить на 100 Это 70% или 0,7 И умножаем на 0,2 Таким образом, мы получаем 112 человек Далее Задача номер 3 В сентябре килограмм винограда стоил 60 рублей В октябре виноград подорожал на 25% А в ноябре еще на 20% Сколько рублей стоил 1 килограмм винограда после подорожания в ноябре? Итак, первоначальная цена Это по-прежнему 60 рублей В октябре виноград подорожал на 25% В данном случае мы уже прибавляем В октябре виноград подорожал на 25% Поэтому мы прибавили 25% И делим на 100 Это октябрь В ноябре он подорожал еще на 20% Значит, мы умножаем на 100 Прибавить 20 И делим все это на 100 Далее мы опять просчитываем И получаем 60 Умножаем на 1,25 И умножаем на 1,2 Таким образом Мы получаем, что виноград стал стоить 90 рублей Обратите внимание Мы с вами всегда говорили, что минус, да? А здесь мы поставили плюс Поэтому в нашей формуле мы можем добавить минус плюс Значит, в зависимости от того Увеличивается или уменьшается Мы пользуемся определенным знаком Задача номер 4 В течение августа Помидоры подешевели на 50% А затем в течение сентября Подорожали на 70% Какая цена меньше В начале августа или в конце сентября И на сколько процентов? Значит, ну вот эту задачку Мы еще раз посмотрим Как решить нашим способом Для того, чтобы решать эту задачу Мы опять запишем формулу Х равняется у умножить на 100 Теперь мы уже знаем, что можно использовать Плюс, минус, н И деленное на 100 Итак О чем у нас говорится Что в течение августа Помидоры подешевели на 50% Пускай у это у нас начало августа И мы вверху напишем себе утверждение Что у это начало августа Тогда что же такое х? Х это уже конец сентября Итак, в августе Они подешевели на 50% Значит, мы умножаем на 100 Отнимаем 50 И делим на 100 Далее Они дорожают на 70% То есть 100 Прибавить 70 И делим на 100 Что же мы получаем? Мы получаем, что у умножаем на 0,5 И умножаем на 1,7 Если мы теперь это все пересчитаем То мы получим 0,85 Итак Что же мы видим? Что они по сравнению с началом августа Стали дешевле Дешевле, потому что мы получили Что х равен 0,85 И как узнать, насколько дешевле? Ну если от единицы отнять 0,85 То мы получим 0,15 Вспоминая, что процент это сотая часть числа То получаем ответ 15% В ответе вы запишите 15% Пятая задача В 2008 году в городском квартале проживало 40 тысяч человек В 2009 году в результате строительства новых домов число жителей выросло на 8% А в 2010 году на 9% По сравнению с 2009 годом Сколько человек стало проживало в 2010 году? Итак, что мы видим здесь? Значит, у нас По-прежнему мы пользуемся нашей формулой У нас проживало 40 тысяч человек Значит, число жителей выросло на 8% Итак, 100 прибавить 8 и делим на 100 Умножаем Затем выросло на 9% 100 прибавить 9 и делим на 100 Ну, я не буду уже дальше считать подробно Я сразу запишу ответ Что получается 47 тысяч 88 человек Значит, задача номер 6 В понедельник некоторый товар поступил в продажу по цене 1300 рублей В соответствии с принятыми в магазине правилами Цена товара в течение недели остается неизменной А в первый день каждой следующей недели Снижается на 20% от предыдущей цены Сколько рублей будет стоить товар на 15-й день после поступления в продажу? Значит, ну для начала давайте мы с вами обратим внимание 15-й день в неделе 7 дней Значит, на 8-й день она стала дешевле 1 раз И на 15-й день она стала дешевле 2 раза То есть понижение цены происходит 2 раза По нашей формуле Х равняется 1300 рублей умножаем на 100 минус 20 деленное на 100 Поскольку понижение цены происходит на одно и то же количество процентов 2 раза Мы можем поставить квадрат Итого 1300 мы умножаем на 0,8 квадрате И получаем ответ, что наш товар стоит 832 рубля Задача номер 7 В период распродажи магазин снижал цены дважды В первый раз на 45% А во второй на 10% Сколько рублей стал стоить чайник после второго снижения цен Если до начала распродажи он стоил 600 рублей Ну, мы запишем еще раз нашу формулу Х равняется у умножить на 100 минус n И деленное на 100 Итак, чайник у нас до начала распродажи стоил 600 рублей Х равен 600 Умножаем Первый раз на 45% была снижена цена 100 минус 45 деленное на 100 Второй раз снижается на 10% 100 минус 10 деленное на 100 Когда вы все пересчитали У вас получается 297 рублей Восьмая задача После истечения гарантийного срокослужбы Вероятность поломки увеличивается на 20% От ее прежнего значения За каждые сутки работы прибора Какова будет вероятность поломки Через двое суток после истечения гарантийного срока службы Если на момент окончания этого срока Вероятность поломки составляла 0,001% Итак, на окончание гарантийного срока Наша первоначальная цифра 0,001% Каждый день вероятность поломки увеличивается на 20% Значит, мы 100 прибавляем 20 и делим на 100 Это в первый день И такой же у нас второй день То есть мы возводим эту величину в квадрат Получаем 0,001% Умножаем на 1,2 в квадрате И получаем 0,144 в 100 тысячах Вот такой большой процент вероятности поломки прибора Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!